я тоже сейчас она только у меня пока что не показывается у меня тоже куплен км и и все я на трансляции звук есть все есть все она есть я готова блин только хрех короче этот наверное они готовы не пристегнут я не могу да да и я это готов учатся готов все мы готовы стартуем все поехали у так я попробую открыть дверь все закрыт чтобы никто не жалко его конечно был хороший человек бедный конечно человек был так ну вон они вроде стоят да это они да это они а 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 хорошо слышь а это моя правая рука давайте с вами познакомимся хорошо что-то в горло болит то же самое пойдем как тебе зовут да да пусть наши боссы попрощаются с нашим другом мы с тобой постоим земля ему тухом вспомните сколько нам советом давал м м м м м м м тоже он давал много его сколько раз мы с ними въезжали на разборки его правой рукой дальше что самое лучше уходит самое первое ну ладно если кто-то его убил мы найдем окна мы не имеем точно не пропадут зубы я его очень любил не давал постоянно советы чужие я разорву его на части когда он даже не рассказали как его убили ему прострелили башку мы да я был в этом особняке я особняки об этом янкис янкис был я провожал я скажу вопрос я провожал нашего звездного гостя миссия Голливуд вы наверное его знаете по фильму Джон Рик Матрица я его проводил за забор в особняке был только я я начал проводить его за забор из нашего особняка раздались выстрелы я посадил миссия Голливуд в машину и отправил его в город убили еще одного парня который недавно еще помнишь убили еще одного парня он походу охранял нашего босса а да точно он же стоял с боссом рядом он в доме был он дошел воды попить а есть камеры наблюдения как это все произошло к сожалению к сожалению нет ммм если были бы камеры наблюдения можно было бы если бы были камеры наблюдения я бы его на следующий день нашел и закопал слушайте ярослав да да что дом падра дом альпандра как не вас называть дом альпенге хорошо дом альпенге где вы работаете ммм ну я возглавляю большую семью в другом городе под названием ламеса хорошо хорошо а вы не хотите пополнить наши беды беды нашей большой семьи можно у нас общий брак есть какой басит курить я уже три сигареты выкурил что у меня все ладошки холодные не понимаю я просто не осознаю то что такое вообще может быть что человек фирский 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 родной мне человек он умер ну что вы не хотите возглавить семью не возглавить а пополнить ряду нашей дружности давайте вы же в нашем городе как повсюду навсегда а вот это это мы хранили тут так что заново им а наши тоже не торопитесь вот так у нас времени достаточно вот смотрите девушки тоже кто то умер девушка дай бог вам здоровья помню в скорбине вот что то горло болит у меня боссы наверно выпили холодное молоко да а где ваша машина омня он видите как я понимаю если вы босс то вы же не будете за рулем да нет пускай мой мой моя правая рука поедет поведет машина а что наша машина наша а где ваша машина вот она только надо ее открыть она закрыта можно я пройду да дайте открыто зачем вы бегаете да садись почему у вас машина помятая да не знаю мы ее оставили здесь садись вперед только вы не садись вперед садитесь янкис лучше вы присядете сначала потом мы уже здесь садим нет вы садитесь вперед да подойдите вот сюда ладно сейчас я вам поставлю геолокацию да можно геолокацию да 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 только 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 аккуратней хорошо я думаю что можно превышать скорость но ехать аккуратно не считая вот этого водителя что что у меня горло болит я лучше помочу не говорю хорошо босс возьмите ее сосательную таблеточку кардачка спасибо не уверен не там есть так сейчас открою так все спасибо большое объясняйте а как вы точнее расскажите как вы попали вообще как вы стали как говорится главой семьи ну мы с братом как бы сначала начинали одну семью возглавлять ну вдвоем я был правой рукой потом он сказал что он типа улететь в другой город и будет уже там возглавлять семью но я остался править уже той семьей которая была на ламесе не жалко человека все таки хороший ну да я всегда говорил что ум прячется не в праве типа возглавление семьи можно прячется он в сердце и душе давайте будем выражаться культуру без всяких слов типа особенно сегодня сегодня знаменательный день надо будет съездить попозже наперёду а что да придётся янпис что так что кто у нас будет заменять вашего босса так в смысле босс выжил уже он вам оставил нет в смысле я он оставил вас мне не даёт совесть так сказать быть боссом но не знаю нет я тоже не могу не дает совесть быть боссом я не знаю но я точно не буду я еще не достиг этого уровня может тогда я возглавлю на время мужчины я вас первый раз вижу первый раз мы вам не доверяем мы вам не доверяем но первое время наверное все таки буду я потому что я как бы ну то что я тоже согласен потому что я знаю его очень много это мой брат всегда брал людей которому должен был доверять ну наверное он не справился у нас дело сюда заезжать у нас сейчас красная машина стоит давайте прямо а это нашего босса умершего сожалению я так понял завещала ее мне не да вот ну скорее всего наверное да если вы его брат выходите босс сейчас я возьму вашу коляску из гаража можно пройти в дом пока нет подождите стати он дом пелье это это французская мафия у нас была на ламесе но она и сейчас есть а я оставил головой левую руку поэтому и саживайтесь просто поэтому должно быть все с ними хорошо там подождите что должно просто сесть видимо не так видимо это с коляской не так значит такая уляска какая-то поломанная давайте обратно в гараж так это все приехал подождите стати давайте проверим кто это ты вызывал механика на мою машину это же машина прокат ну на прокате как я имею ввиду еще тут какая-то коляска вообще это не работает я не держите попробуйте вы сначала сесть если я был бы в игре я бы взял новую коляску нет смысл у нас нет больше новой коляске а это мы ее покупали когда еще был игр с нас боссом если бы я был бы в игре я заспавнил новую коляску аренду милф что ты делаешь милф что ты делаешь милф зачем ты убил невинного человека зачем вот зачем мы вот только приехали в новый город зачем ты убил невинного человека ответь мне милф милф скажи хотя бы одно слово что подлежит оклемается я его просто вырву ну хорошо доверюсь тебе я его просто отмечу я подумала что он вас хотел убить извините я не знаю мне мне нужно доверия здравствуйте ну прошли последний дом я вам покажу подождите я вам сейчас нужно вести правил нашей семьи не кричать не употреблять ненормативную лексику и разговаривать культурно без всяких слов цитируют типа чё так зачем это была проверка хорошо и ни в коем случае не доставать оружие хорошо у нас при себе нет мы туда прибыли на другой город мало ли у нас плохо знаем так у нас охранник запер дверь я вчера сказал придем сейчас с другого входа вот он вот красиво вот да да фонтаны есть деревья фонтан это что то я могу сейчас поедим так парни у вас есть такое либо оружие оставляйте его пожалуйста в коридоре у меня нет у тебя есть что нибудь запрещенное у меня есть сейчас его оставьте пожалуйста сейчас его нет подождите вы моя права рука охранит так что вы можете оставить хорошо вам я доверяю подождите сейчас мы проведем мини-экскурс здесь у нас закрытая комната охранника точнее наша и не охранника от нашей точки здесь у нас просто как сказать гостиная как просто да у меня вот здесь вот на диванчике прилягу в стопор с поездки ну хорошо ладно прилягте мы пока покажем хантеру дом так так называть хорошо мил пройдем с нами тут наша кухня м 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 так надо посмотреть где они тогда чудо дремал немножко м м м м м он если хотите можете взять апельсин м м м м пойдемте я вам еще скажу кое что здесь наш холодильник тут ничего нет пока что ничего нет пока что мы запросы мы только янкишу нас хоронил президента какого президента нашего босса м м м м м что м м м о м м м м м заходить во всякую здесь у нас совещание слушайте, ну раз, проходите сюда скажите со стола, пожалуйста ну раз, босс у нас умер точнее, трагически погиб никто не знает как, но я скорее всего догадываюсь как ты голос не тревили точнее, не догадываюсь, я точно знаю я пришел, у него не было головы мы же видели то, что мы прострелили просто босс вами посмотрели заднюю часть дома вашего я же вас попросил а это у вас кто? это наши охранники лучше за них не закапываться потому что они очень серьезные люди ну я смотрю, здесь пули, гильзы валялись да ну где-то здесь у нас была лужа крови, наверное, почистили так, ну примерно, что пройдемте вновь нам тоже кажется, что мне, хотя не кажется, он был вот здесь вот здесь точнее ну почему тогда близы валялись вот здесь сейчас, секундочку я буду переговорить по этим к сожалению, я не был на месте преступления я понятия не имею, как он был бит может быть а мне говорили, когда полицейские здесь были, то здесь валялись гильзы а вот здесь были следы пули что валялись? гильзы и следы пули на стене были аааа и вот где-то вот здесь была лужа крови когда полицейские откуда вы это знаете? мне полицейские сказали немножко аааа, потому что я как родственник подождите, стойте, подождите, Ярослав че, босс, я наверное достану оружие для вашей безопасности да, да, конечно, я разрешаю каким образом вы узнали, если полицейские не прибывали сюда по причине, потому что это была ирганизация, как бы это запрещенный участок для полицейских вообще как вы сюда пришли, и тело мы забрали до мужчина, стойте спокойно ну, наверное, они не собрали я пройду во-первых, полицейские сюда не приезжали все еще то есть они не брали артефакты они, точнее, какие артефакты они не брали следы, там улики, да они приедут только 22-го может быть, и люди сказали ну я не знаю, по каким причинам вы это узнали но полицейские приедут сюда только 22-го июня потому что сейчас они смотрят вообще пока все происходит а мне сейчас в другом городе да они сейчас вообще, типа сейчас детективы занимаются вообще в двух городе сейчас да и ну, значит, может может медики босс, уберите, пожалуйста, оружие может быть, они правы я не не держать его за счет ладно, хорошо, я вам доверяю вам сказали медики медики забирали же труп мне припис мне выписку дали, что он мертв я прям в руки брал эту приписку хорошо, ладно, мы уберем но но чтобы больше не повторялось не оговаривать может просто полицейские хотят нас поссорить то что можно может быть ладно, пойдемте пойдемте я вас покажу давай я за вами босс, проходите вперед так как наш босс умер и оставил записку нашему боссу Никите он в этой записке разведывал потому что завещание принадлежит Никите боссу Никите я буду его называть босс потому что вы можете записывать и так как завещание принадлежало ему половина точнее 70% денег принадлежало ему и его должность дала ему все это было оглашено в записке в которую мы положили в сейф но мне прошла другая записка он мне завещал только одну машину вот эту красную которая видим на входе он завещал мне он знает что у вас такой брат и завещал значит у вас любящий брат и завещал 20 и завещал 20 процентов денег да 10 процентов ушли мне да пойдемте пойдемте так спасибо сейчас я приготовлю что вы будете что такое бутер что такое бутер что такое бутер халеб халеб майонез и колбаса 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 сейчас я посмотрю наш колбаса мне пожалуйста как всегда как я хорошо хорошо устрица с майонезом и салат так сейчас забыл у нас может быть сейчас съездим закупку продукта давайте может как раз бургеры купить я хорошо я смотрю на фосфуде ну да видишь потолстел немножечко да я вас первый раз вижу вообще я не знаю потолстил ли вы или нет да я вас правда первый раз вижу так по моему животу что ли не видно так может быть поедем на давайте все таки поедем на машине нашей нашей машине да хотя как мы поедем если я ее ставлю на паблище ну давайте тогда что на гелике поедем я вас прошу вас успокоить Янтис король я можешь пожалуйста поставить коляску в багажник потому что она мешает и после таких ситуаций не хочется вообще оставлять ни людей ни всяких вещей потому что могут ухать откройте багажник пожалуйста открыл я не вижу если бы я был в игре я бы наверно нажал в полис ну янки сможете отчасти пожалуйста я тоже не давайте все таки в нашу положу машину сейчас сейчас мил закрой пожалуйста капот нормально спасибо сейчас положу коляску так все может закрывать садись садись так я янки сдаваясь сядем назад все таки а ты давай вперед да давайте вперед таки вы как то вы как со своим правой рукой со своей правой рукой я со своим садись садись сейчас пошли давай садись так мы получаем аккуратно так но я знаю тут очень хорошие магазин вот он я поставил геолокацию там наш очень хороший знакомый с янкисом работает он даже может нам скидочку даже сделать вроде бы если он узнает что он надаст вещи бесплатно нет да наш наш общий знакомый да да вы едете поаккуратно у меня же голова заболела ваших вот этих рукок рта с вами вообще я не понимаю приснилось что приснилось что приснилось все приснилось у меня от ваших вот этих вот выкрутасов ваших на этих длинглагенах уже голова выкрутится все таки я старик уже пожилой поэтому едьте поаккуратнее здесь тормозите а зачем вы разбили окно я ничего не разбивал янкис можешь пожалуйста купить мне еды хорошо сейчас прошу у него я покатить я подожду хорошо какие же у вас сочные бургеры вкуснотища с кока-кола босс 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 у нас сейчас стандартно в магазине ничего нет продукты все закончили ничего нет ничего нет кроме ничего нет кроме бургера и кола ах ну ё-моё ну ладно давай все что есть сейчас проедем домой я вам приготовлю давайте я его еще за руль саду сейчас а за с с янкис подождите я должен быть уверен а зачем вы за ремонт я вам за ремонт я вам плохо не переживу янкис подождите я покажу ой ай это у вас мерещится не посадитесь пожалуйста ладно блин зря только сигареты ладно я вам еще тысячу таких подал блин я уже старый надо уже бросать а то добра не доведет ну слушайте можно я нарушу да конечно договорись потом с полицией Да, она приедет и увидит, сколько там камер. Ну, и полиция только 22-го приедет. Ну, вот тогда с ними и договориться, если вы доживете. Извините. Эх, ну да. Я то сказал. Это правда, это правда. Я с тебя доживу. Ну, давайте, какие у вас предположения, кто мог убить нашу опорство? Вообще предположения нет. Ну, у брата были проблемы. Он когда... Когда вот последний раз мне звонил, он сказал, что у него проблемы, ему нужна помощь. И я начал собирать вещи, но билет был куплен слишком поздно. Какие у него проблемы были? У него были проблемы с налогами. Нет, у него были проблемы с другой большой семьей. Ну, главное... С итальянской. В итальянской семье. Мне кажется, это они сделали. Главное то, что он умер счастливым человеком. У него была своя семья. Своя семья была. Свой дом. Это главное. Просто власть. Ладно, можете достанете коляску или... А, вы еще достанете? Ну, тогда давайте вам хорошего. Голос, она у нас сломанная. Давайте тогда вам удачи. Мы тогда с Милфом поедем на двух тачках. Ну, нам надо уже ехать, уже поздно. Мы поедем в гостинице. Нифига себе. Мы в гостинице поедем. А может, у нас переначаете? Да не, мы лучше... Да мы лучше в гостинице переначаем. Давайте у нас, нет, доставайте. Нам еще по нескольким делам надо съездить. Да. Ну, ладно, хорошо. Если вы не думаете, то мы вас ждем. Мы любим гостей, но не предательски. Хорошо. Мил, садись тогда за руль Гелика. Я тогда поеду на моей тачке, который оставил мне брат. Сейчас я... Сейчас, сейчас босс подождите. Угу, хорошо, было важно. Угу. 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 Давайте, поехали тогда. Я себя, наверное, сейчас вызову механика, да? Да, езжай, пока за мной. Есть одно местечко. Сейчас я выйду на трассу и вызову себя. Мы говорим, что может там что-то собрать. Ну, посмотрим, посмотрим. Слушай, может тогда мы останемся у них до завтра, а потом поедем на природу? Ну, вместе, да, можно было. А, как же обширать дела? Да, мы после завтра выполним. Ладно, хорошо, сейчас я тогда почему. Хорошо. Да, это мы, все нормально. Мы... Мы уже дела передумали. После завтра мы их выполним. Так что, может завтра утром поедем на природку? Янкис. Янкис, чего вы молчите? Вау, меня слышно? Да.